Здесь тоже у нас ушла женщина из Калманского района, возили мясо из Алиска. Рынок Докучаева. Предприниматели выходят из игры, покупатели нищают. Причина – запрет на выдачу сопроводительных ветеринарных документов на мясо, забитая на домашнем подворье. Это значит, что теперь многие крестьяне не могут попасть на рынок со своим мясом. Ирина живет в селе Белояровка Топчихинского района. Сама содержит скот и продает мясо. Ближайшая бойня от Белояровки находится за сотни километров. Да и не у всех есть деньги на транспортировку и забой. Многие остались без заработка. Из села, где живет Ирина, уже уехало три семьи. У меня рядом дом пустой стоит, еще через дом еще пустой стоит. Если человека лишают заработка, у нас в селе многие жили вот именно за счет содержания скотины. Но если смысла жизни, как говорится, нет уже, если заработка нет, куда девают и поддаваться, конечно, уезжают. Ребрышки мы раньше продавали 260, ну 270 максимум. Основная цена у нас была 250. Сейчас это уже 380-400. Мякоть была у нас по 450 максимум. Сейчас это уже 600 рублей. Жители сел говорят, что сертифицированные бойни, воспользовавшись своей монополией, начали повышать цены. Да и сегодня, в принципе, далеко не в каждом районе есть бойня. Так и расходится непроверенное мясо по соцсетям и улицам. С чем боролись, на то и напоролись. Мне бы не хотелось здесь вместе с вами собираться и обсуждать вопросы, каким образом мы будем ликвидировать заболевание. Угроза возникновения африканской чумы свиней на территории Алтайского края, она наивысшая на сегодняшний день. Потому что все факторы для возникновения данного заболевания у нас с вами имеются. А ведь до запрета домашнее мясо и так проверялось. Животное чипировали, заносили данные в систему Меркурий. Перед забоем скотину осматривал ветеринар. После забоя мясо отправляли в районную ветлабораторию. Третий раз мясо проверяли уже перед продажей на самом рынке. Накануне тема домашнего мяса озвучил и председатель Алтайского ЗАГС Собрания Александр Романенко на своем выступлении в Санкт-Петербурге. Александр Романенко выступил на Совете законодателей России. Спикер выразил мнение, запрет на выдачу сопроводительных документов нужно приостановить, чтобы адаптироваться к санкциям и создать нужную инфраструктуру в крае. Важно приостановить, а не ликвидировать. Почему бы на сегодняшний день на федеральном уровне не вернуться и пока вот это ограничение приостановить. Мы за этот период времени нарастим наши объемы, то что я говорил, организации в целом, убойных пунктов и так далее. И когда ситуация, в том числе и международная, экономическая, будет более положительная, можно будет эти ограничения по новой ввести. Я еще раз подчеркиваю, все ограничения, которые сегодня введены, они правильные, они нужные. В принципе, позиция понятна, это любые бойни, любой цивилизованный формат, он более, так скажем, важен с точки зрения и качества продукции. Ну, это нормальный цивилизованный путь. Другой вопрос, сможем ли мы это обеспечить при нашей огромной территории, при таком количестве сельских населенных пунктов, а их 1700 у нас. Все-таки у нас в этой части в большей степени именно своеобразное органическое производство. По большому счету приравняли и личное подсобное хозяйство, соединяясь за выражение с пятью поголовьями, пятью свиноматок, да, к большому свиноводческому комплексу. И я не теряю надежду, что, особенно может быть в сегодняшних условиях, когда мы говорим об импортозамещении, когда мы говорим о развитии товарного производства, когда мы говорим о продовольственной безопасности страны, в нынешних условиях как раз, наверное, крайне необходимо отменять все нормы, которые сдерживают все наши развития. Кстати, сейчас у коров и свиней начинается сезон прививок. И по нашей информации, некоторые крестьяне задаются вопросом, а зачем теперь вообще чипировать и прививать животное? Подумаешь, сибирская язва, ящер, чесотка. А между прочим, тот же трехенелез может привести к смерти человека. А вот гвоздь в крышку гроба личных подсобных хозяйств уже забит. По существу жители деревни поставили перед выбором либо голодать, либо становиться правонарушителями. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком.